Первая помощь пострадавшему. Мария Хващевская у нас сегодня в студии, инструктор по первой помощи российского Красного Креста. Доброе утро. Здравствуйте. Мы сегодня сузили тему, да, оказание первой помощи. Действительно, сосульки, сосули, как их еще называют, да, и лед на крышах, который с приходом весны падает. Нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Мария, давайте начнем с того, какие меры безопасности необходимо соблюдать в первую очередь. Ну, в первую очередь, мы, конечно же, внимательно смотрим на крыши. Если вы видите скопление снега или же сосульки, ну, понятное дело, что мы это место желательно обходим. Также у нас в городе можно заметить, что есть ограждения, за эти ограждения лучше всего не заходить. Чем пренебрегают многие, да, жители? Да, это очень часто. Думают, меня это не коснется, быстренько пробегу и все, а в этот момент как раз может случиться непоправимое. Да, также мы смотрим обязательно на асфальт, если вы видите, что есть снег, сосульки. Или уже упало. Или уже упало. Человек, если лежит какой-то другой. Тоже, да, нужно насторожиться. Возможно, это что-то может дозначить. Вот, тоже лучше обходим стороной. Хорошо. Что же делать, если такая ситуация все-таки произошла с вами или с тем, кто шел впереди? Какие нужно принять первые приемы? Давайте для начала с другим человеком. Если произошло, как помочь? Ну, в первую очередь, обезопасим пострадавшего и себя, потому что это самое важное. Если мы ляжем рядом, за руку, за ногу, хоть за что, главное, не за голову. А вот говорят, что нельзя трогать и двигать, это при различных травмах? Ну, просто, если вы оставите на месте, есть шанс, что будет... Вероятность второго схода. Да. И все-таки мы лучше его оттащим, чтобы на него повторно ничего не упало. Ты не тащи так, чтобы по брусчатке еще больше голову обилать. Это нужно помнить. Вот. И после этого мы уже осматриваем пострадавшего. Если вы видите кровотечение, мы останавливаем в первую очередь кровотечение, потому что если человек потеряет достаточно обильное количество крови, это достаточно опасно для жизни. Не нужно ли в первый момент позвонить? В первую очередь все-таки кровь. Потому что вы можете и оказывать помощь при кровотечении, и звонить параллельно. А кто-то может звонить. Ну, да, только нужно говорить конкретно, чтобы кто-то позвонил. Например, молодой человек в желтом. В жакете позвоните, пожалуйста, в скорую помощь. Я тебе сейчас кровь останавливаю, а ты звони в скорую. Да, давай. Какие приемы здесь применимы? Ну, здесь чаще всего мы просто берем какую-либо ткань, возможно, одежду свою. Можно пострадавшему ее снять, без разницы. И прикладываем к месту кровотечения. Далее вы должны обезопасить шейный отдел, потому что чаще всего из-за падения у нас травмируется шея, позвоночник. И чтобы этого не произошло, мы можем наложить воротник шанса. Как это делать? Я могу на вас показать? На вас, да? Мы можем взять любую кофту. Да, можете скрутить куртку. И аккуратно под шеей поддевая, благодарю, мы оборачиваем вот таким вот образом, и мы должны спереди закрепить. Вот здесь вот у нас остается пространство для того, чтобы человек дышал. Но за счет того, что у нас по бокам шея закреплена, у него происходит фиксация, травматизации уже такой нет. До приезда скорой помощи, у которых есть уже специализированный профессиональный такой закрепитель держатель. Ну и, конечно же, мы никогда не оставляем такого пострадавшего, находимся рядом, потому что очень часто люди, бывает, вызовут скорую и такие, все, я пошел. Что же нельзя делать самому пострадавшему, если он получил травму, но остался в сознании? Здесь самое важное, чтобы он успел повернуться на бок, потому что если он потеряет сознание, у него могут произойти рвотные массы, он просто начнет ими захлебываться, и, к сожалению, ни к чему хорошему это не приведет. Аспексе. Да, правильно. Если он повернется на бок, такого, к счастью, не произойдет. Угу. Хорошо. С детьми есть особенности? Да. Здесь самое главное говорить им, что это достаточно опасно, чтобы они не ходили под крышами. Ну и, конечно же, мы им напоминаем, чтобы они не играли там, потому что очень часто, к сожалению, у нас страдают также дети. Ну и помощь точно такая же. Ну и стараемся, чтобы он никуда не бежал потом с этой разбитой головой. То есть, в первую очередь, конечно же, нужно оказать помощь, вызвать специализированную бригаду, остаться с этим пострадавшим, чтобы в крайнем случае что-то еще оказать полезное. Держать под рукой телефон и просить о помощи окружающих, чтобы не только вы один справились с этой задачей. Да. Для многих очень страшное, непостижимое, да? Ну, потому что оказание первой помощи, знаете ли, не каждый день, да? Мне в детстве такое не говорили, я вот ходил сосульки сбивал, там, ловил их. Ну да. Видишь, что теперь произошло. Ну, еще дело такое, что весной мы снимаем головные уборы, которые могут, кстати, и помочь, да, при падении сосульки. У тебя кроличья шапка, конечно, поможет. Не такую травму нанести. Спасибо большое, Мария, мы вам говорим. Приходите к нам еще. Спасибо.